Максим, ну один ещё, пожалуйста, дорогой Максим, надо. Лёш, я тебе честно, я больше не могу. Ну пожалуйста, прошу тебя, как родного прошу, Максим, ещё один. Лёш, миленький, я тебе зуб даю заебало, нет сил моим. Максим, ну, за маму. За папу. За папу. Максим, надо есть. Могу, блядь. Хуёво ли нам в Америке? Нам в Америке хуёво, блядь. Нам заебись. Максим Тукс отыграл прекрасный концерт в Лос-Анджелесе, отправляюсь в Сан-Франциско. Желаем всем добра. Жили Беларусь, слава Украине, биба Израиль, нет войны. Просыпайся, Россия. В вашем фейсбуке я видел в день рождения поздравления от музыкального журнала, известного. Во-первых, я удивился, что вам 47, потому что, в общем, вы выглядите на 27. Спасибо. Спасибо, наверное, папе с мамой, потому что я не имею никакого отношения. И там было написано, что вы продолжатель дела группы Спаркс и гений самопиара. Поскольку вы не удалили эту запись с фейсбука, значит, я так понимаю, что вы согласились с этим посылом. Можете как-то прокомментировать? Ну, я могу прокомментировать так, что я не могу, конечно, на все 100% согласиться с этим. Но хотя бы... Скатывается составляющий насчет Спаркс или насчет гений самопиара? Ну, в каждой из них, но прежде всего я скажу, что в каждой из них есть более чем серьезная доля истины. Когда мы только-только начинали, как коллектив ногу свело, я очень сильно был увлечен группой Спаркс, и не только я. Мое увлечение разделял наш гитарист Игорь Лопухин. У нас с Игорем, в принципе, не совпадают музыкальные вкусы. Как... Ну, уж на 100% точно не совпадают. То есть, правда в разговоре о Спаркс есть. Вот что касается гений самопиара, ну, знаете, это просто очень сказано лестно и громко, ну, если... Ну, да, хорошо. Потом всегда второе слово можно отбросить, сказать просто гений. Ну, это мне уже прям вот реально совесть не позволяла так далеко зайти. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Жизнью я получил все, о чем я мечтал в 18 лет. Я мечтал о дорогой иномарке, у меня их было не одна. Я мечтал о доме на Рублевке, ну, когда вот это все началось, когда мне же хотелось быть тоже, я же хотел быть звездой, я же хотелось... Я не покупал себе дом на Рублевке, но у меня были возможности его снимать. У меня были много главных ролей, у меня было так, что у меня не было свободного времени, у меня было по 10 проектов параллельно. Я все получил. И материально, и творчески, вот все. Потом жизнь повернулась иначе. Сейчас я думаю немножко в другую сторону. Мне кажется, что работать в этой стране мне больше не дадут. Благодаря определенным событиям в этой стране. Благодаря всем видео... Кровавый режим не даст? Нет, не кровавый режим, а именно все, что связано с моей репутацией. Постановочные фейковые видео, непостановочные видео, которые в нашей стране не укладываются в голове у многих. Опять-таки, меня обвиняют в том, что я это выкладывал. Ничего подобного. Все, что со мной попало в сеть, я имею в виду... Вот взламывали, да. Это все взломано. Я ко всему очень хорошо отношусь. Ко всем сексуальным фантазиям, предпочтениям, вообще ко всему. Но я, честно говоря, не совсем чокнулся, чтобы в нашей стране, в России, все это вываливать во всеобщее обозрение. Что касается... Не дадут. Все. Артист Алексей Панин на ближайшее время, я не знаю, как будет дальше, он закончился. Работать здесь мне никто не даст. Помните, что у нас прозвучало «Никогда не говори никогда». А, когда? Вот поэтому... Владимира Путина смогли ли бы вжиться в роль, как актер? Владимира Путина я? Ну, может быть, вдруг, если бы вам предложили такую роль. Нет, за деньги я могу все. Те кратеные мысли, модные красивые словечки, ползают тихонько с краю жизни, тусклые, как тени, человечки. Не завожу, подруг, на за деньги, да. Я не делаю биты даже за деньги, да. Я подумаю, а потом, но скажу сразу «Да». За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...